13.06 в Кирове на студии на ФМ программа «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева. И напротив меня сидит ректор Вятского социально-экономического института Владимир Сузов. Владимир Сергеевич, добрый день. Добрый день. Спасибо большое, что пришли. Рада вас видеть в студии. Владимир Сергеевич, смотрели послание Путина Федеральному собранию? Да, посмотрел в этом году. Не каждый раз получается. В этом году удалось. Прямо по телевизору посмотрели? По телевизору, да. В рабочий день, в середине дня. Ну, у меня телевизор есть на работе. Это важное сообщение. Поэтому я решил, что имею право выделить время. Слушайте, а вот относительно того, сколько людей смотрело это послание, про содержание мы, конечно, обязательно поговорим. А вот в этом году телевизионная аудитория послания немного сократилась. 5,4 миллиона россиян его посмотрели, а в прошлом, после присоединения Крыма, было 5,9. Вот как вы считаете, это значимое снижение аудитории или не репрезентативная цифра? Это значимое снижение, потому что 9%. То есть это вполне репрезентативная цифра. Нет, не 9%. Получается 5,4 и 5,9. То есть это сколько? 500 тысяч человек? 500 тысяч, а ты, это примерно 9%. Поэтому я думаю, что это значимое, но тут трудно говорить о причинах, почему в этом году меньше смотрел людей. То есть здесь совершенно нельзя так трактовать, что было менее интересно людям посмотреть, чем в прошлом году. Не могу сказать, что разные причины могут быть. Интересная динамика. В прошлом году случился Крым, и понятно, что к посланию президента было повышенное внимание. В этом году столько всего произошло, да, это Египет и Турция, но аудитория снизилась. Еще раз говорю, прямой корреляции здесь не может быть. Это вот ненаучный подход. Хорошо, хорошо, ладно, ненаучный подход. Давайте по содержанию послания журналисты газеты «Ведомости» назвали послание идейно пустым. Во-первых, они обнаружили практически дословные совпадения с посланием прошлых лет в том, что касается демографии, здравоохранения, сельского хозяйства. Это уже ставшее знаменитым «Спасибо, селянам». А «Ведомости» пришли к выводу, что у авторов послания кончились идеи, да, кризис идей в голове. Вот вы с этим согласны? Я, к сожалению или к счастью, не согласен с этим. Я не могу сказать, что послание прямо мне в восторге от него. Да, ну такое рабочее послание, вполне ожидаемое, между прочим. А то, что идей каких-то не было, а почему вообще-то вы ожидали каких-то новых идей? Новые идеи могли появиться, там были какие-то небольшие, небольшое количество новых идей было. И это нормально, потому что было бы как раз странно, если бы президент каждый год озвучивал какие-то новые идеи. Ну что такое-то? Ну президент дает вектор развития на несколько лет, в принципе. Если мы каждый год будем полностью этот вектор менять, то страну будут просто трясти и шатать в разные стороны. То это нормально. А то, что некоторые формулировки, там практически слово-слово повторяются, это вас тоже не измущает? Ну и что? А что такое? То есть это говорит как раз о стратегическом курсе, что он подтверждает, что стратегический курс, выбранный, имеет место быть, скажем так. Есть, понимаете, словесные шаблоны, и совсем избежать словесных шаблонов вообще-то трудно. Ничего страшного, что какие-то вещи повторяются. А скажите, пожалуйста, вы вообще в послании президента услышали или не услышали то, что хотели? И что хотели? Что-то хотел, что-то, так сказать, не услышал из того, что хотел, что-то услышал. Но давайте опять все-таки вернемся, может быть, к общему пониманию, что такое послание президента. Во-первых, это же не отчет. Послание, это не отчет. Поэтому, а почему я должен услышать то, что я хочу услышать? Это раз. Во-вторых, он же не мне его послал, а федеральному собранию. Почему? Нет, подождите. В федеральном собрании сидят представители, соответственно, разных регионов. То есть, в лице федерального собрания и всем нам, и руководителям других государств, и вообще, по большому счету, всему миру. Это называется послание федерального собрания. Это уже ваша интерпретация. А я трактую очень четко то, как оно называется. Оно называется послание президента федерального собрания. То есть, что такое послание? Он обозначает те цели, которые должны быть приоритетными для руководителей страны, для элиты страны. Вот и все. Ну хорошо, давайте конкретно. Что вы хотели услышать, но не услышали, например? Я бы хотел, конечно, услышать о том, что нужно повышать благосостояние людей и заботиться, в общем-то, о людях. Может быть, хотел бы услышать, что будут больше вводиться демократические институты контроля общества за той же властью. Ну вот, может быть, хотел бы услышать какие-то конкретные механизмы, как будут достигаться те цели, которые он обозначил. Но опять-таки, поскольку это послание, конечно, эти механизмы могли быть и не обозначены. А вот после послания особенно много моих коллег-журналистов стали говорить про реализацию майских указов президентов, про то, что регионам своими бюджетами это не вытянуть, и есть опасность, что майские указы не будут выполнены, в частности, например, повышение зарплат бюджетникам и так далее. Вот об этом Путин ведь ничего не сказал. Ну это может быть даже и хорошо, что ничего не сказал. Во-первых, он об этом достаточно много и говорит, и везде. То есть я часто об этом слушаю, что майские указы он и не отменял, и они продолжают, так сказать, действовать и должны выполняться. А вот если бы он тут сказал, это был бы сигнал, что, ребята, несмотря на то, что денег у вас нет, я все равно буду требовать от вас. Раз не сказал, значит, все-таки будет какое-то смягчение. То есть, возможно, не так жестко будет требовать выполнения, потому что они на самом деле невыполнимы в настоящей кризисной ситуации. И мне кажется, что президент это прекрасно понимает. А вот вы сказали про демократические институты и контроль общества за властью. А какие вы бы хотели видеть дополнительно демократические институты в нашей стране? Ну скажем так, институты у нас формально созданы. Ну формально, да. Но неформально они не работают на те цели, ради которых они созданы. То есть, они должны стать неформальными. Ну, у нас есть институт выборов формально. А выбора нет. Это неформально. Вот вам, пожалуйста, я бы хотел, например, чтобы было все неформально, то есть, ради чего, что создалось, то и выполнялось. То есть, у нас могут быть названы одним, те же НКО, ну, приставу-то уже, да. То есть, их ведь сейчас много, но большинство из них сейчас получается, которые, во всяком случае, поддержку получают, они создаются той же властью для выполнения определенных задач этой власти. То есть, и получается, что это уже не инструмент гражданского общества. Ну вообще, на самом деле, создание общественных советов при разных управлениях и федеральных ведомствах, это сейчас такой труд. Я не про общественные советы. Общественные советы это не НКО. Нет, я понимаю, что общественные советы это не НКО. Я вообще, в общем и целом, говорю про общественный контроль. Я понимаю, потому что я сам являюсь членом двух советов. Так, а членом каких советов вы являетесь? Но по инвестиционной политике и по, значит, при УФНС, по Киевской области. Ага. Ну вот, смотрите, хорошо, общественные советы, по идее, они как раз и нужны для того самого общественного контроля общества, либо за властью, либо за некими федеральными ведомствами. А вот, как по-вашему, сейчас это так, или сейчас общественные советы какую-то другую функцию выполняют? В разных советах происходит, как мне кажется, по-разному. Ну, даже и с вами. А давайте говорить на примере тех, в которых вы состоите. Давайте, я буду говорить так, как считаю нужным, потому что потом не отвечать за свои слова. И я скажу так, что в некоторых советах руководители этих органов пытаются свои идеи, может быть, и даже точно непопулярные среди народа и общества, протолкнуть через эти советы, чтобы получить формальное одобрение и потом, в общем-то, говорить о том, что вот нас общественный совет одобрил. А некоторые советы работают весьма реально. То есть, на самом деле, они какие-то делают замечания, указывают. Но и в том, и в первом, и во втором случае, как правило, в общем-то, эти пожелания общественных структур не очень бывают услышаны. И какие-то вот, если принимаются решения, давайте не будем так делать. Но все равно, если орган, который наделен властью, решит, что это надо делать, он это сделает. То есть, пока нельзя сказать, что их слышат. Ну да, малозначимо. Нет, ну, прислушиваются. Хотя бы они есть, я считаю, что это уже плюс и шаг в сторону, так сказать, демократичного или контроля общества. Другое просто положение об этих советах более точно прописать, и чтобы какой-то законодательный акт наделил полномочиями реальными. Ну да, посоветовались, ну да, ну и что. Но все равно выбор решения за органом исполнительной власти. Ну, как вы правильно заметили, органы исполнительной власти потом отвечают за это решение. Как и вам, отвечать за свои слова. Да. А общественный совет придет, посоветует и разойдется. Ну, давайте немного отклонимся тогда от темы послания президента Федеральному собранию, уж коль скоро мы заговорили про общественный контроль. А недавно был презентован сайт вместекиров.ру. Суть в том, что на этом сайте любой гражданин Кировской области может выложить свою общественную инициативу. Если за нее проголосуют 5000 человек, причем там нет разделения, либо это жители Кировской области будут голосовать, либо любые 5000 человек, то эту инициативу рассмотрит правительство Кировской области. Никита Билых об этом подписал соглашение с общественной палатой. Насколько это значимый инструмент гражданского общества, по вашему мнению? Ну, понимаете, инструменты могут лежать и ими не пользоваться. Поэтому инструменты он есть, это хорошо, что он есть. А вот будут им пользоваться или нет, это другой вопрос. В принципе, конечно, это хорошо. То есть, конечно, 5000 человек немало. И здесь немножко популизм присутствует. Иногда какие-то вещи очень нужные в обществе, очень мало людей понимают. Есть вот такое поговорка, честно говоря, не поговорка, а выражение. Честно говоря, не помню, кто его произнес. Но он говорит с такой, если ты вдруг оказался на стороне большинства, подумай, что, скорее всего, ты уже заблуждаешься. Поэтому, когда за какую-то инициативу слишком много людей голосует, она может оказаться не такой уж и, на самом деле, интересной. Но меньшинство все равно всегда более разумно и более умно. То есть, людей умных меньше, чем людей средних, скажем так. Серьезно. То есть, демократия, она такая опасная штука в том плане, что, когда большинство проголосует, это не значит, что оно примет правильное решение. Ну, это, мне кажется, вообще, в принципе, справедливо в отношении всего, да, не только в отношении демократии. Вот, я тому и говорю, что вот инструмент, который позволяет, там, 5000 человек, надо, чтобы проголосовали, ну, это не совсем, как бы, хорошо, что он есть. Но это не совсем, может быть, тот инструмент, который нужен. Но если оценивать сам по себе факт появления вот такого... Лифта, замечательно. Лифта, так скажем. Да. Не люблю это слово, но тем не менее. Вопрос в том, будет этот лифт работать или нет. Ну, если, соответственно, граждане будут пользоваться, то, наверное, будет работать. Так, ну, хорошо. Давайте еще немного вернемся к посланию. У меня вот есть еще несколько цитат. Например, руководитель юридической службы КПРФ Вадим Соловьев описал свои ощущения от послания так. Он сказал, что они двойственные. И обычно в посланиях президент говорит о поддержке малого-среднего бизнеса в регионах, но на практике ничего не делается. Именно этот слой надо поддерживать сейчас, так как они создают рабочие места, но президент отделался общими словами про бизнес. Вот у вас есть такое ощущение? Ну, мы говорили о том, что он, собственно говоря, и не должен был расписывать подробно, каким образом будет поддержка. Он обозначил одно из основных направлений, поддержку малого бизнеса, и это значимо. А раз он повторяется об этом, ну, значит, вопрос еще не решен. Он напоминает, надо решать. Говорить о том, что у нас не поддерживается малый бизнес, я бы не рискнул, потому что в Кировской области точно, я знаю, достаточно много мероприятий проходит по поддержке малого бизнеса, но, возможно, их недостаточно, возможно, и не те мероприятия. Ну, я знаю, фестивали различные там проводятся, проводится обучение предпринимателей, даются суды какие-то под небольшие совершенно проценты, помогают с арендой. Ну, это все как бы реальные факты. А с другой стороны увеличиваются ставки налогообложения? А с другой стороны, конечно, прессуется бизнес, конечно, то есть каким-то образом, и мало желающих просто сейчас идти снова в бизнес. Количество, конечно, малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, да вы сами знаете, за последние два года существенно сократилось. А как вы оцениваете то, что Путин сказал про Турцию? Ну, то есть, ну, вопрос поясните. Ну, вот смотрите, да, Аллах знает, зачем они это сделали, помидорами не отделаются, то есть было что-то похожее на угрозы, они пожалеют о содеянном. Вообще, то, как президент говорил об этой ситуации, какие впечатления у вас оставило? Ну, когда Дорис говорил про Аллаха, конечно, это было, наверное, адресовано слова не федерального собрания, потому что у нас все-таки большинство либо православные ориентированные люди, либо, может быть, неверующие. Там есть, конечно, и те, кто мусульмане, наверное, но их не так много. Поэтому в данном случае, наверное, было бы уместно обращение вообще к Богу там, а не к Аллаху. Но раз он так сказал, значит, он обращался непосредственно... Непосредственно к этой части мира. К этой части мира. Это понятно. Почему так говорил? Ну, конечно, я хотел, так сказать, патриотические чувства зажечь в россиянах наверняка. Но они не только были зажжены, то есть, да, сейчас такой патриотизм Турции снова поднимается, русский, но он такой немножко отрицательный, потому что когда врагов внешних ищут, это нехороший патриотизм. А ты отрицательный патриотизм в каком смысле? Отрицательный патриотизм в смысле, что не мы хорошие, а все остальные плохие? То есть такой вот посыл или... Ну да, вы уловили. В принципе, правильно. То есть патриотизм хороший, когда ты защищаешь свою родину, это одно. А когда, значит, ты видишь других врагов, собственно, инциденты, подобные сбитому самолету, они все время происходят и происходили. Если, так сказать, обратиться во время Холодной войны, мы сбили, по-моему, больше 40 самолетов американских различных за период с 50-х по 90-е годы. Но ведь война не началась и не началась, и каких-то таких сильных моментов прямо все прекратить, отношения и прочее, такого же не было. В данном случае, ну и время отремени с Турцией, ну помните, ну не только с Турцией вообще на Остоке, и Грибоедов там у нас там в свое время убит был и так далее. И вообще послы там страдают. Это не повод для того, чтобы обрывать экономические санкции, как-то сокращать дипломатическое общение и так далее. То есть, конечно, нехорошо, но нужно дипломатическими путями выходить из всех подобных ситуаций. Это было бы самое правильное. А то у нас так как-то получается, Турция виновата, а объем по своим же. То есть, бей чужих, чтобы свои боялись. Странно, потому что от этой ситуации больше всего пострадают, конечно, россияне, а не Турция, как ни странно. Потому что в взаимоотношениях с Турцией вообще-то Россия больше прибыли, ну или, скажем так, экономических выгод. Да, экономического интереса имеет, чем Турция. Ну, как-то я смотрел, когда вся эта ситуация начиналась, по-моему, 40 миллиардов мы экспортируем. И около 3 миллиардов, так сказать, товаров Турция импортирует в нашу страну. Получается, что мы в проигрыше окажемся в 13 раз. Ну, слушайте, если вот банально взять, что к нам возится из Турции? Это фрукты и овощи, да? Одежда. Ну да, одежда. Это там помидоры, это абрикосы. Вот 50% нашего российского рынка томатов – это турецкие томаты. 35% – виноград, 26% – персики, нектарины. В общем, понятно, что достаточно много. И понятно, что если турецкие фрукты и овощи исчезнут с прилавков магазинов, то вот лично мы с вами это на себе очень почувствуем. Почувствуем, не могу сказать, что уж очень сильно, но почувствуем, конечно. Потому что человек сыт не только, скажем так, помидорами, виноградом, абрикосами, другие продукты. Понятно, да, но вот лично я помидоры покупаю каждый день, и я замечаю, когда они дорожают. Это лично по моему семейному бюджету ударяет. Вы правильно скажете, что они не исчезнут, а просто подорожают. Вот. Если мы с вами это понимаем, было бы глупо предположить, что вот этих всех экономических последствий не понимает руководство страны. Но зачем, ну, как это выразится, своих граждан подставлять, когда в стране и так не все хорошо? Я же тоже говорю об этом, что бей своих, чтобы чужие были. Странное положение. То есть, конечно, надо было ультиматум какое-то заявить, надо было потребовать компенсацию, так сказать, и за самолет сбитый, и за погибшие жизни. И так там все с землей сравняли наши ракеты после вот этого, после этого инцидента. И, ну, везли ему туда С-400, противоракетную здесь оборону. Но этого было достаточно. То есть, вот эти экономические санкции, может быть, что-то и надо было вводить. Но, во-первых, сначала дождаться ответа Турции. А мы хотим вот, вот извинитесь перед нами. Ну, понимаете, извинение, это вот русский менталитет, русская культура. А вот они другая культура. Они не понимают, как можно извиниться. Это значит, унизиться для них. То есть, вы, русские, хотите, чтобы мы унизились? Да никогда. И вот и все. Нашла коса на камень. Честно говоря, просто кросс-культурные отношения. То есть, надо изучать культуру другой страны, их психологию. Они этого не сделают. От них невозможно добиться извинений. Они не будут этого делать. Потому что они такие. Потому что, как на Кавказе, там, попробуй на мать что-то скажи, да тебя убьют просто-напросто. А у нас как-то так, ну, хорошо, ты там обругался материал. И нормально, проглотят. Не понравится, но проглотят. А у них нет, у них это не проходит. Поэтому требовать от них извинений глупо. Лучше потребуйте денег, компенсацию. Хорошо. Интересная точка зрения. Я еще хочу вас вот про турецких студентов спросить. Учатся ли в Вятском социально-экономическом институте? Нет, у нас не учатся. Вот по стране турецкие, есть 44 российских вуза, которые сотрудничают с турецкими образовательными организациями. И Россия уже уведомила турецких партнеров о том, что договоры о сотрудничестве будут либо приостановлены, либо о расторжении в одностороннем порядке. Как вы считаете, это вообще правильно, когда такой разрыв отношений отражается на всех сторонах жизни, в том числе на образовании? Вроде как бы студенты. Образование это святое. При чем здесь это? Насчет святости и образования можно, конечно, поспорить. Ну ладно, но я понимаю ваш вопрос и я скажу так, вот когда мы сейчас попали в ту же ситуацию, когда Франция отказалась продавать нам заказанные мистрали. Понимаете? То есть там студенты поступили в вузы, за них проплатило государство или частные какие-то организации, или сами не платили деньги. А мы говорим, нет, вот там у нас саморазов были, по этой причине мы вас обучать не будем. Причем тут эти люди, которые поступили к нам. И что теперь, когда на счет выносится, что у нас должно быть как можно больше иностранных студентов обучаться, стране нужна валюта, я так понимаю, да? И один из показателей как раз эффективности мониторинга, это сколько иностранцев у тебя в вузе обучается, а иностранцы скажут, а вдруг там в России опять что-нибудь придумают. А потом она завтра либо выгонят, либо наоборот домой не отпустят. Вот именно. Поэтому такие вот как-то непродуманные опять-таки заявления и решения. Ну зачем? А вообще иностранные студенты есть в вашем университете? Есть, конечно, да. А из каких стран? Из разных. Больше, конечно, из стран СНГ, таких как Украина, Казахстан, Белоруссия. Но, как ни странно, есть там парочка и из Франции учатся. Серьезно. А как они воспринимают вот эту ситуацию? Вы с ними это обсуждаете? Ой, не знаю, не обсуждал. Не могу сказать. А вот ваш коллега Валентин Пугач сказал, что я бы вообще не стала рассматривать эту ситуацию с точки зрения студентов. Это цитата сейчас. У России есть определенная внешняя политика, и мы все должны двигаться в ее фарватере. Если принято решение, оно должно выполняться, иначе мы перестанем быть единой страной. Я так понимаю, что Валентин Николаевич как раз поддерживает вот этот единый курс и в отношении студентов в том числе. Ну, вероятно. Он ведь прав в том отношении, что если какой-то курс решения принят, мы обязаны его выполнять. И мы будем его выполнять. Другой вопрос. Это не значит, что мы с ним должны согласны быть с этим курсом. А когда мы говорим, что люди должны выполнять решения власти, это да. То есть у людей, у граждан есть обязательства по отношению к принятым решениям от власти. Но ведь у власти тоже есть обязательства перед людьми. Вообще-то власть должна советоваться с людьми. То есть она может тоже оказаться неправа. То есть вы посоветуетесь, но если вы считаете, что нет, люди неправы, мы правы. Ну, делайте, как считаете нужно. Но может оказаться, что какие-то предложения людей гораздо более грамотные, чем те, которые были приняты решения власти. В этом случае она должна изменить свое решение, безусловно. И еще, если власть приняла решение, а люди как бы не понимают это решение, так, наверное, надо доводить до сведения, почему вы именно такое решение приняли, а не иное. Вопросы же возникают людей. Люди же это не механизмы такие, которые бездумно будут выполнять, не роботы. У них все равно будут мысли появляться. Даже я говорю, да, мы будем выполнять решения. Но а куда я свои мысли-то дену по поводу этих решений? А вот в отношении каких последних решений, допустим, федеральных чиновников вы бы хотели получить такие объяснения? Да хотя бы по той же Турции. Вот я, наверное, не понимаю, зачем нужно было, ну вот, по полномасштабную блокаду организовать. Причем блокируем-то мы сами себя. То есть еще с одной стороны осталось только Китай блокировать. Поэтому мы останемся, как Северная Корея, будем такие же в полной изоляции. Я предлагаю на этом прерваться. Во второй части мы к этой теме вернемся. Я напомню, что это особое мнение Владимира Сизова. Сейчас мы уходим на короткую рекламу и через пару минут вернемся в студию. Мы возвращаемся в эфир. Это программа «Особое мнение». Меня все так же зовут Юлия Афанасьева. Напротив меня все так же сидит ректор Вятского социально-экономического института Владимир Сизов. И мы немного продолжим про Турцию. Вот, Владимир Сергеевич, в вашем понимании, в чем разница между двумя инцидентами, между Турцией и между Египтом? И там упал наш самолет, и здесь были сбиты наши самолеты. Там есть жертвы, здесь есть жертвы. Но в отношениях с Египтом мы ведем себя иначе. То есть мы не перекрыли абсолютно все стороны экономических отношений. Почему с Турцией так, с Египтом по-другому? Ну, есть как минимум две причины, таких объективных, я бы сказал. Первая причина, что точно известно, что приказ о сбитии самолета был отдан правительствам Турции, турецким правительствам, премьер-министрам. То есть это позиция, официальная государственная позиция. То есть это, конечно, недружественная позиция. В принципе, это явная провокация. Причем провокация, возможно, с вызовом на военное действие. А в отношении Египта там был предположительно, во-первых, теракт. Во-вторых, нет никаких доказательств и указаний, что этот теракт был, скажем так, спровоцирован правительством египетским. Хотя вполне возможно, что оно каким-то образом закрывало на это глаза. Но, однако, никаким образом мы не знаем, как-то правительство египетское здесь участвовало или нет. То есть недружественность позиций египетской здесь не прослеживается. Ну, а второе, конечно, есть большая разница, сбит гражданский самолет или военный самолет. Когда ты сбиваешь военный самолет, то ты претендуешь, в общем-то, и отвечаешь, ну, как он, вызов на военную силу. На военную силу. То есть это не гражданский самолет. Это все-таки, мне кажется, большая разница. Поэтому ответ жестче. Ну, правильно. Ответ должен быть жестким, но в то же время, почему этот ответ на себя граждане России должны ощутить? Правильность-то Турция. Вот из Твиттера вопрос. Политика политикой, а почему, когда дешевеет нефть, дорожает бензин? Это, видимо, вдогонку к нашему разговору про межгосударственные отношения. Ну, дешевеет нефть, извините, она в долларах дорожает, а доллар-то в рублях становится дороже. Поэтому, если бы читатель сравнил стоимость бензина не в рублях, а в долларах, он бы увидел, что бензин на самом деле подешевел, но в долларах. Просто мы этими долларами здесь не пользуемся. Не ощущаем этого на себе. Хорошо, осталось у нас немного еще времени. Давайте поговорим про льготы для частных инвесторов. Этот вопрос очень широко обсуждался весной 2015 года. Я напомню, что это льготы для предприятий связи, например, для мобильных операторов, для перерабатывающих производств, для авиации, если я правильно помню. И вот на крайнем заседании ОЗС депутату Дмитрию Русских удалось своих коллег убедить в бесполезности этих льгот, за исключением обрабатывающих производств. Вот мнения экспертов здесь разнятся. Кто-то говорит, что вроде льготы это в любом случае всегда полезно бизнесу. Кто-то говорит, что вообще льготы отдельным категориям предпринимателей, вопросы не решают, и эти льготы были неэффективными, и нужно как минимум, чтобы прошло несколько лет, чтобы бизнес почувствовал экономию от этих льгот. Какой вы точки зрения придерживаетесь в этом вопросе? Льготы, мне не нравится, когда льготы как раз отдельным категориям или конкретным предприятиям дают. То есть я считаю, что если уже даете, то давайте всей отрасли. Во-вторых, льготы-то, конечно, на нашем уровне, на областном, они незначительные. Я понимаю, когда дают малым предприятиям, для них это ощутимые деньги. Когда дают огромным предприятиям, федеральным, тому же как предприятиям связи, это же федеральные сети, но я вот здесь русских поддержу, то есть смысла-то большого нет. Для них это капля в горе, они и без них все равно придут, потому что здесь есть большой интерес. А некоторые без льгот просто не выживут. Поэтому, ну уж если вы смотрите, во-первых, давайте всем, ну в этой категории, связи, да к всей связи давайте, чтобы в разных условиях находились. Так нет, нет, там всем связистам, но... Но я как раз про связи-то и согласен, что не будет эффективности от предприятий связи, потому что они, в любом случае, будут... Капля в море. Это для них очень небольшие деньги, и все равно они будут работать, потому что этот рынок они будут завоевывать. Эти льготы вообще были предусмотрены как одна из мер по привлечению инвесторов в наш регион. Вот в текущей экономической ситуации вообще, чем Кировская область может привлечь инвесторов? Вообще, Кировская область очень трудно привлекать инвесторов. Надо здесь... Давайте такой образ попытаюсь для сравнения. Вот как привлекают отели где-нибудь в той же Турции, да, туристов. Это конкуренция очень большая. За инвестора бьются все регионы. Также там много отелей, которые бьются за туристов. Они пытаются привлечь, во-первых, ценой, во-вторых, удобством расположения, чем ближе к морю, да? Ну, инфраструктура. Да, инфраструктура, хорошее качественное питание и так далее. То есть, и вот область-то тоже должна вот свои вот эти... Наподобие вот этих отелей. Отели же у нас почему турецкие пользуются популярностью? Там еще все включено. Так вот, чтобы все включено было для инвестора. Что для инвестора важно? Для него не эти... Конечно, льготы по налогам так. Ну, какое-то интересное дело в том, что их все дают, опять-таки. То есть, что здесь? Для инвестора важна себестоимость конечной продукции. Он будет считать, сколько будет стоить его продукция, если он зайдет в этот регион или зайдет в другой регион. Будет смотреть условия, какие... Ну, а ведь... Ну, что им, вот, ты не знаешь, землю давать, коммуникации строить, льготы по налогам? Вы поймите, что эти коммуникации, эта земля, могут быть дорогими, могут быть дешевыми. Потом логистика же существует. То есть, сколько потом будет стоить переправка его продукции в другие регионы, распространение. Вот он все это посчитает и поймет, сколько ему прибыли, получит на затраченные свои средства. То ли тебе надо... Мы... Я знаю, просто мы приветствуем там у нас, когда к нам заходят богатые инвесторы, миллиарды, которые вносят и так далее. Но инвестору как раз интересно не много денег вложить, а как можно меньше вложить в средства и как можно быстрее их окупить. А для этого нужно, чтобы была подготовлена вся инфраструктура. Чем меньше будет инвестор здесь складывать своих средств, тем ему интереснее, потому что быстрее заработает производство и он быстрее сможет окупать. Но и нам-то ведь это тоже интересно. Нам что нужно, именно чтобы он в средства вложил, нам надо, чтобы он заработал и приносил налоги. Поэтому вот чем, допустим, льготы, такие, скажем, мягко говоря, небольшие налоговые, лучше бы вот эти средства вкладывать в развитие инфраструктуры или хотя бы, ну, засчитывать этим инвесторам те средства, которые он вкладывает в инфраструктуру Кировской области. Пусть он не для себя, для своей собственной инфраструктуры делает, но вот их засчитывать в качестве, так сказать, налогаоблагаемой базы, например, вычитать. Вот, Владимир Сергеевич, а учитывая то, что, простите, не выполняются майские указы президента, как Вы считаете, насколько реально то, что вот действительно наша Кировская область сейчас будет делать какие-то инфраструктурные вложения, чтобы привлекать к нам инвесторов? Ну, они делаются. Дороги строятся, сети строятся. Нет, конечно же, они делаются в каком-то объеме, но будем ли мы сейчас на это делать ставки? Денег нет, чтобы сделать еще больше. То есть все распределено. Область там... Денег просто нет. Дефицит, да, большой, огромный дефицит. Поэтому тут трудно. Но, в принципе, если мы будем, ну, как бы, область скажет, чтобы засчитывать достаточно крупные, то, что она может себе позволить вложения, то есть как, если бы это было в качестве налогов перечислено, может быть, это и привлечет. Но еще раз говорю, то есть вот нужно предлагать такой пакет услуг по системе «Все в печенок» и думать не только о том, какую выгоду инвестор принесет область, а о том, как он сумеет свои издержки снизить и уменьшить себестоимость продукции. Если мы... И, собственно говоря, и обращаться так к таким инвесторам надо, где мы понимаем, что он здесь у нас сможет минимальную себестоимость себе позволить. Тогда они, инвесторы, придут сюда. А скажите, пожалуйста, вот есть инвесторы, которые приходят к вам за советом, говорят, вот, Владимир Сергеевич, стоит ли в Кировской области начинать такой-то проект? Из других областей, да, ну, никто не обращался, москвичи, может быть, а свои кировские, да, иногда приходят, ну, такие так, средние руки, скажем так. И что вы им советуете? Да мы... ну, он все равно никуда не денется, он тут... Закрывайтесь и езжайте. Не-не-не-не, ни в коем случае, что вы, что вы. Мы сидим, рассчитываем, смотрим, стратегию устраиваем, что выгодно, что не выгодно. Ну, у нас с вами осталось буквально две минутки эфира, наверное, у меня последний вопрос, немножко не о том, о чем мы с вами перед этим говорили. Какие у вас планы на новогодние выходные? Куда-то вы собираетесь ехать? И внесли ли коррективы в ваши планы последние события? Да, собираюсь отдохнуть, в конце концов, очень давно. Не полноценного отдыха, не ощущал. Куда вы поедете? Ну, можно, я умолчу, куда я поеду, но я, да, наверное, уеду из Кироскалово, если, может быть, даже и за пределы России. То есть куда-то за границу. И планы, конечно, внесли вот эти последние события. Это Турция или Египет? Вы, я думаю, сами можете догадаться, что это не Турция, не Египет. Нет, ну почему? Ну, вот, например, белорусские туроператоры продвигают себя с лозунгом мы отвезем вас в те страны, с которыми поссорился ваш президент. Кстати говоря, вот эта позиция наша, что давайте все запретим, все опробим, найдут лазейки, потому что в этой ситуации масса желающих будет воспользоваться и заработать на проблемах наших туроператоров или наших, там, поспорщиков, фруктов и все. Будут зарабатывать другие просто. Конечно, воспользуются. Владимир Сергеевич, я благодарю вас за ваше особое мнение. У нас есть вопрос с сайта от Владимира Николаевича Волкова, но я, к сожалению, не успеваю задать, потому что вопрос объемный. Здесь есть обратная связь, да, данные для обратной связи, электронная почта. Перешлите мне, я отвечу. Да, я перешлю вам и надеюсь, что вы ответите нашему слушателю. Спасибо вам за эфир, Владимир Сергеевич. Спасибо, до свидания. Да, это было особое мнение ректора Авиатского социально-экономического института Владимира Сюзова. Эфир для вас вела Юлия Фанасьева. Всего доброго и до свидания. Спасибо.